Всем привет! Вы на канале Шашки. С вами Олег. Сегодня мы с вами рассмотрим способ выигрыша тремя дамками. Сильнейшей стороной против дамки и шашки на поле А2 или А7 слабейшей стороной. Вот данная позиция. Способ выигрыша при данной позиции обнаружил англичанин Кларк в 1872 году. Он его опубликовал в книге «Всемирная иллюстрация». При этой шашке H2 белые в принципе закономерно не могут победить черных. Так как если они уберут эту дамку, черные поставят сами дамку и будет ничья. Но в данной позиции белые могут победить. При такой позиции, при такой расстановке и при такой расстановке белые могут победить. На большой дороге дамка не может находиться, так как белые ушли грубо говоря последним ходом либо отсюда, либо отсюда. То есть на большой дороге черная дамка не может быть. Она может быть на других клетках доски. На двойнике, на верхнем или нижнем она не может быть. Так как если она будет, белые сразу поймают либо таким, либо таким ходом. остается тройник верхний и косяк если на серединных каких-то полях черная дамка стоит то белые ловят с помощью трамплина то есть отдают дамку и побеждают черная дамка может быть либо на верхнем тройнике вот на этих полях либо на косяке вот на этих полях если черная дамка на поле опять находится то белые легко побеждает и ходят cd2 на двойнике нельзя останавливаться так как белые поймают черных надо играть на поле d8 далее белые играют h4 двойники опять нельзя останавливаться надо играть на поле a5 теперь белые играют на поле e1 дамкой на двойнике опять нельзя останавливаться так как если они становятся допустим на поле c7 то белые поймают их они жертвуют одну дамку вторую дамку и ловят черных с выигрышем поэтому черных остается единственный ход на поле d8 и белые дамки зажимают черную дамку с победой на поле опять белые легко побеждают если черная дамка находится на поле d8 то белые побеждают похожим способом они играют также cd2 извините не играют на поле f4 дамкой то есть не дают срединые поля занимать потому что пожертвуют одну дамку вторую дамку и поймают черных надо занять поле f4 теперь у черных остается играть либо на a5 либо на h4 если на а5 и не играют то сводится к предыдущему варианту cd2 h4 e1 и опять все сводится рассмотрим еще раз если на f4 играют белые у черных остается единственный ход нерассмотренный наш 4 тогда белые играют f на d2 то есть не дают опять односерединные поля остановиться потому что с помощью трамплина поймают что дамку черных надо играть на поле d8 а после хода белых е на h4 черным остается играть только е на 5 так как 2 на двойник опять нельзя уходить надо играть сюда белые идут сюда опять нельзя уходить сюда поймают белые эти побьют побьют надо играть на d8 и белые опять побеждают если черные находятся на поле h4 то белые могут сыграть cd2 и опять все сводится сводится к рассмотренным нами позиции на среди поля нельзя останавливаться надо играть на поле а5 белые играют на e1 так нельзя побили надо играть на d8 и белые опять побеждают вот такой интересный способ выигрыша нашел англичанин кларт ну остались нерассмотренными поля f8 и а3 они достаточны для того чтобы черным защититься но наши дни уже тяжело кого-то так скажем обмануть эти этой позиции многие знают что надо обороняться на тройнике поэтому иногда белые могут перестроиться и попытаться поймать черных если они допустим уйдут на нижний тройник скажем вот такая позиция такая позиция допустим белые сыграют дамкой на c3 в чем тут суть ловушки оставаться играть на поле c1 черным нельзя так как белые их поймают отдадут дамку и видите шлагбаум построили и дамка черных ловится побили побили и все и выиграли в данной позиции лучше играть на верхний тройник уходить и вообще лучше защищаться по верхней линии тройника с вами был олег всем спасибо за внимание до новых встреч пока пока Продолжение следует...